Музыка Прогноз погоды, ну это когда говорят там дождь будет, например, снег, солнце, чуть-чуть, чуть-чуть снег пойдет, дождик, гроза прям. Смотрят по телефону или рассказывают. Прогноз погоды не придумывают, его узнают. Кто первым узнает прогноз погоды и всем о нем сообщает? Синоптики. Кто такие синоптики? Я думаю, что это такие гномики. Наверное, узнают первым это. Я думаю, что Путин узнает первым, что погода означает. Потом всем рассказывает. У них есть такая станция, где они там по камере посмотрят. Такая лампа там, и она может почувствовать. А если, например, один человек или утенок полите на воздушном шаре, будет дождик, он спустится и скажет, будет дождик. Там планета наша, и там рассказывают, как... Какая погода. Еще даже показывают иногда. Тетя, я видела, что одна тетя говорила, что завтра у нас будет дождь. И дождь, и дождь будет у нас. И... А в следующую погоду разрешали нам снег. Потому что, например, семнолоптики говорили, что будет солнечно, потом они ушли, а погода изменилась, и будет там дождик. Потому что есть тети, которые забывают и путают погоду. Может, у них обеденный перерыв, поэтому они уходят. Я думаю, что надо почувствовать так, ну, посмотреть в окошко, идет дождь или светит солнце. Когда птички низко летят, не радуются, тучи появляются, это уже не весело. Я думаю, что можно разгонить тучи, взять, например, половник и его так махать, чтобы тучи ушли. Можно отправить в небо огромный воздушный шар, который там шарик разгонит тучи. Можно его там лопнуть. Вот когда будет солнечная погода, когда уже будем гулять, а когда будет злая погода, нужно дома сидеть.